Придумывает образы, вся семья придумывает костюмы. Это цельный фрагмент, который они показывают. И просто поразительные бывают работы. У нас как раз в 2014 году, когда начались военные действия на Донбассе, победил Голубь мира. Это была удивительная коляска, прекрасно оформлена, и она настолько тематически попадала на злобу дня, что просто не дать первое место этому ребенку или этой семье нельзя было. Вы видите, здесь тоже очень интересное оформление. Давайте будем смотреть, и вы будете комментировать. Пожалуйста, показывайте. Вот на каждом новостере начинается первый выход всех участников. Посмотрите, какая выдумка. Как готовились другие сели сели. Какие интересные образы. Какие масштабные работы. Посмотрите, вот одна из работ. Это принцесса на горошине. В огромной карете. И я покажу победителя этого парада. Это тоже уникальная работа. Очень красивая, очень интересная. Очень много, кстати, экипажей национальности. Работа на обратите внимание. Это актуально, это интересно. И, поверьте мне, была масса людей, все равно с души. Проснущие нет. Никто не проходил. Здесь, наверное, было тысячи человек. Правда ли? Не менее. Это остается в плане. В семейном России. Это да, но все-таки я там довольствия для людей, которые... Посмотрите, какая чудесная работа. Вот тут же карета принцессы. И как семья к этому готовилась. Хорошо. Катя, не слышу вас. Пожалуйста, продолжайте. В окружении каких умных мужчин. Мне тоже... Да ладно, ладно. ...доставляет наслаждение слушать. Я хочу сказать и отметить, что мы с вами увидели парад невест. Мы с вами увидели парад карапузов. И как следствие, мы в дальнейшем с вами увидим конкурс автоледи. То есть мы можем проследить... Мы можем проследить благополучие, допустим, женщины в нашем городе. Да. Она выходит замуж, она рожает ребенка, у нее крепкая семья, и она покупает себе машину и становится равноправным членом на дорогах по сравнению с мужчинами. Участником. Ну это социально, это уже... Да. Это положительный момент. Еще хочу отметить, что в своем развитии, в своем генезисе эстрадное пение берет свое начало, как ни странно, из церковного пения. То есть, собственно, вся музыка пошла из церковного пения. И это же обуславливает то, что эстрада сейчас имеет очень большое влияние на формирование душевных качеств. Давайте сначала посмотрим сюжет про автоледи, да? Ну если можно, перед этим пару слов. Ну пожалуйста, только мы. Дело в том, что этот сюжет, это проект действительно социальный, потому что кроме того, что мы показываем наших прекрасных женщин за рулем, как равноправных участниц дорожного движения, еще есть и момент, связанный с безопасностью. Потому что, вы знаете, я познакомился с статистикой, которая меня просто поразила. Оказывается, за прошлый год... Давайте вот то, что вы говорите, пойдет сюжет, а вы продолжите уже за кадром. Хорошо? Аккорда? Пошли. Сейчас. Ну вот. Оказывается, в прошлом году на дорогах нашей страны погибло 3300 человек. А за три года войны в Донбассе этот цирк составляет 3000. То есть там тоже идет настоящая война. И вот в этом проекте, который мы будем проводить на день города 9 сентября, большая часть будет посвящена именно этой теме безопасности. Мы работаем с управлением патрульной полиции города Николаева. Мы приготовили очень большую детскую программу, конкурсную, обучающую программу, массу призов. И вот мы считаем, что это тоже очень важный элемент этого социального проекта. Ну а то, что касается девушек, женщин за рулем, посмотрите, какую красоту они своими руками подготовили для этого конкурса, который был три года назад.